всем привет привет 24 июня евгений калашов специально для компании в тем брокерс ежедневные обзоры рынка форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения и с точки зрения объемов здесь смотрим объемы по классике не разделяем скажем так на импульсы на коррекции то есть мы смотрим объема недели в данном случае нам объемы недели говорят о так называемом балансе прошлой недели находимся выше работаем по средней сроку если на покупку то покупаем если у нас средний срочно по зонам покупка мы находимся ниже этих объемов то в принципе вне рынка и ничего не вы думаю все то же самое если у нас среднесрочные тенденции наоборот шартовая находимся ниже баланс продаем находимся выше не делаем ничего точно вливание указывает нам конкретную точку входа и депо коррекции указывает нам на время входа и отсеивает неправильные точные вливания поехали значит так по еврику на среднесрочный лонг баланс прошлой недели значительно ниже текущего положения пары диапазон выгодных цен 1 1346 1 13 0 6 это четвертинкой половинка отсюда будем искать точку входа на покупку при наличии паттерна при наличии доп сигналов от депо и от точных вливаний цели 1 1385 2 цель 1 1421 пока находимся на самых максимумах ни о чем не думаем ходить на покупки на максимуме это поздно входить на продажу это глупо ждем коррекцию и покупаем следующий инструмент фунт против американского доллара здесь аналогично среднесрочного лонг обращаем внимание на баланс недели он несколько выше четвертинки поэтому работая по паттерну работа вернее по паттерну здесь обязательно потому что покупки из диапазона выгодных цен допустим лимитка у четвертинки 2672 или от половинки 125 89 это будут покупки в объем и что здесь что здесь в объемы в баланс прошлой неделе поэтому если покупаем то нам необходимо здесь найти паттерн паттерн который у нас покажет о том что мы в принципе пробиваем эти самые объемы на откате к объему входи сделку на покупку ну вот как вариант допустим по информации или по 123 от четверти ночки эпох опять же мы сейчас не можем посмотреть потому что находимся локально на самых самых максимумах с технической точки зрения долгосрочный тренд здесь не сломан обращаем внимание что вот эти максимумы улетела рисовалка на второй монитор то есть вот эти максимум мы еще как бы не перебили если перебьем еще эти максимум это будет вообще круто и замечательно где-то здесь у нас будет четвертинка на балансе тогда можно даже просто лимиткой поработать со стопом за минимум пятницы в любом случае пока покупки отмена всего всех идей на покупку после пробития баланса и с точки зрения зон после закрепления и закрытия американской торговой сессии ниже чем зона 1 4 или зона 1 2 переходим к следующему инструменту австралийский доллар против американского доллара здесь у нас среднесрочную long баланс недели значительно ниже текущего положения пары даже значительно ниже чем зона 1 2 построена от максимума четвертинка 0 69 26 половинка 0 68 93 это диапазон в котором мы с вами будем искать покупки можно ли работать лимиткой в данном случае почему бы от четвертинки либо от золотой четвертинки не поработать со стопом за минимум пятницы но наличие паттерна перетекания депок и точные вливания конечно же будут плюсом вот приблизительный вариант работы по паттерну если этого не будет то можно лимиткой со стопом как рассказал ранее за минимум пятницы пока покупки отмены уход ниже баланса уход ниже объемов и столько оказавшись по котировке 68 62 мы полноценно скажем о том что покупки отменяются и будем там на каких-то коррекционных откатах потихонечку искать продажи новозеландский доллар против американского доллара все отработали идеи пятницы в полном объеме идеи были обновления локальных максимумов первая среднесрочная цель 66 08 кто заскочили в эту сделку целью вы закрыли вторую часть без убыток дальнюю часть держим до 66 67 так как у нас есть новый максимум по факту мы должны отсюда искать новый диапазон выгодных цен пока советникам это дело не строится но вы должны понимать что минимальный коррекционный откат который нас интересует это 30 пунктов то есть находясь где-то по котировке 65 79 можно уже искать точку входа на покупку но опять же здесь не лимитка здесь по паттерну потому что баланс недели то у нас вот он где если мы откуда-то отсюда будем лимиткой заскакивать это будет покупка в объем и поэтому ждем паттерна новой четвертинки 123 ложный пробой голова плечи двойное дно все что угодно в зависимости от качества этого паттерна и от силы этого паттерна мы выбираем объем которым будем ходить сделку ждем перетекания депок ждем точное выливание и покупаем данный инструмент 66 67 у нас сейчас среднесрочная цель внутридневная цель будет обновление максимумов отмена сценария на покупку нахождение инструмента скажем так ниже баланса ну и если там еще и ниже четвертиночки сегодня закроемся то завтра возможно будем работать на продажу то есть на укрепление бакса и на обновление локальных минимумов середины июня это две идеи пытаемся на сегодняшний день пока покупать данный инструмент доллар против иены значит здесь среднесрочный short хороший шорт красивый шорт качественный шорт и в принципе мы находимся в диапазоне выгодных c у нас были замечательные точечные вливания на четверти не у нас здесь же депок у нас здесь же есть к мы перебили этот км по факту от уровня депок необходимо входить сделку на продажу настоящий момент стоп 25 пунктов цель 46 вторая цель 106 почему бы не продать данный инструмент случае получения стопа будем внимательно наблюдать за тем что у нас будет образовываться в диапазоне 107 72 107 89 то есть 2 котировка это половинка если мы здесь нарисуем еще один паттерн то опять же будем продавать если мы закрепимся выше чем зона 1 2 учитывая баланс конечно же покупать пока не будем баланс очень высоко чтобы покупать данный инструмент необходимо уйти куда-нибудь выше этих максимумов то есть даже отработать недельку оказаться где-то выше и только потом вот тут где-то мы сможем купить этот инструмент настоящий момент только продажи и внутри прям сейчас есть определенная точка входа недостаток это понедельник второй недостаток это удержание недельной контрольной зоны все принципе по данному типу обзоров есть точка входа следующий инструмент доллар против канады на основных обзорах я в принципе говорил о том что вот здесь я буду входить покупку ребята это контр тренд это очень слабый сигнал потому что у нас все балансы недели выше покупка здесь идет сейчас и в депок и в точечные вливания и в балансы то есть покупка слабая риски минимальные у меня вот риск 0011 стоит у меня риск по данной сделки которые открыл это в процентах от депозита не больше потому что реально это контр тренд если мы здесь и теряем то это будет ну для кого-то 50 для кого-то 100 долларов да это небольшой убыток но заработать потенциально на контр тренде мы можем очень очень хорошо потому что целями здесь будет обновление этих максимумов где-то здесь по пути недельная контрольная зона будет плюс еще в общем я сделочку вошел вот с таким стопом чем все это дело закончится посмотрим объективно не имеем права пока работать на продажу по средней сроку без теста зона 1 2 так как у нас есть закреп за четвертиной то есть если говорить про средний срок то идея вот такая давайте мы ее посмотрим тест зоны 1 2 затем перебить и оскопление объемов уход ниже локальных минимумов текущих коррекционный откат и поход вниз вот это идея средний срока противовес этому у нас идет идея внутри дневная это повторюсь тест зоны 1 2 и куда-то сюда мы бросаем потом дальний тейк будем собирать тейки по очереди буду делить лот уже закрывать вручную там где мы окажемся две идеи обе они абсолютно адекватно абсолютно реализуемы и единственный косяк во всех этих идеях если мы прямо сейчас ходу слету пойдем на обновление минимумов но тогда у нас все идеи на покупку отменяться от новых локальных минимумов мы будем строить новый диапазон выгодных цен на продажу и в этом самом диапазоне уже по паттерну по мелкому пытаться работать по среднесрочным целям на обновление минимумов и на тест недельной контрольной зоны серого цвета все канаду закрыли переходим к следующему инструменту у нас идет доллар против швейцарцы инструмент который показывает нам среднесрочное падение баланс недели приблизительно 9820 совпадает золотой четвертинкой поэтому при тесте четвертинки либо золотой четвертинки желательно максимума пятница нам не обновлять ищем здесь точку входа депок должен перетечь точные вливания есть у нас нападение хорошие у нас есть замечательное удержание четверти на короче неплохо смотрится продолжение работы по тенденции настоящий момент повторюсь она шартовая и цели первая цель 97 53 вторая очень рядом 97 40 поэтому можно ставить дальний тейк на недельную контрольную зону 96 51 это будет первая среднесрочная вторая среднесрочная цель на продажу отмена сценариев на продажу это уход выше баланса закреп за четвертью либо закреп за половиной тогда мы вот эти максимумы перебьем тогда здесь возможно сформируется какое-то такое подобие ложного пробоя который сам по себе в 30 процентах случаях даст нам вот этот тейк ну а то что зоны маржинального обеспечения нам 70 процентов дадут вероятность дохода на недельки это тоже очень хорошо то есть будем уже разворачиваться и работать контртренд долгосрочные тенденции но среднесрочный будет у нас long следующий инструмент золото по золоту у нас произошла смена маржинальных требований многие спрашивают что в софте обозначает вот это вот вертикальная синяя линия то чтобы вы знали момент когда произошла эта смена маржи то есть вот здесь у нас произошла смена маржи по правилам да мы перестраиваем полностью весь цикл так как это зона до который мы с вами строим это не зона какого-то виртуального игрока который находится здесь эта зона действительно вот этого игрока потому что это зона усреднителей которые в определенные моменты входят сделку усиливая свои предыдущие продажи на усиливая их именно находясь в просадке находясь в убытке могут ли себе позволить это сделать крупные участники рынка конечно же могут потому что на то они крупные участники рынка что они даже если котировки инструмента идут против них в принципе имеют все силы шансы и возможности, во-первых, пересиживать эти моменты, а во-вторых, если уж наступит какой-то критический момент, просто влить определенное количество денег и не пустить инструменты. В настоящий момент мы наблюдаем удержание все-таки вот этой недельной контрольной зоны серого цвета. Можно даже сказать о том, что здесь есть двойная вершинка, но полноценно она у нас формируется только если мы перебьем вот эти минимумы и окажемся ниже баланса прошлой недели. Здесь варианты у нас, ну у нас всегда два варианта. Вариант номер один. Это те, кто зашли в сделку в пятницу и не закрылись, это конечно же удержание сделок. 1411.49 это цель номер один, 1425.57 это цель номер два. Те, кто вне рынка и хотят купить данный инструмент, необходимо дождаться ухода выше локальных максимумов пятницы и на новом коррекционном откате попытаться войти в новую сделку по паттерну, по точным выливаниям. Первая цель будет обновление тех локальных максимумов, которые у нас будут. Вторая цель недельная контрольная зона опять же 1425.57 ничего не меняется. Вариант на продажу начнем рассматривать только после того, как уйдем не то, чтобы ниже зоны 1.2 или зоны 1.4 произведем закреп, а именно когда мы уйдем ниже баланса. Вот только тогда мы будем рассматривать с вами продажи на коррекционных откатах к предыдущему вернее, но к следующему балансу и к недельным контрольным зонам, которые построим от максимума либо пятницы, либо если вдруг там сегодня максимум новый дадим, там у нас будет стоять стоп, это будет новая тенденция, от которой мы построим новую недельную контрольную зону. То есть готовы ко всему, смотрим чем все это дело закончится. Для тех, кто в рынке, пока держим сделки на покупку. Продаж тут нет. Нефть марки WTI тоже инструмент, по которому поменялись у нас маржинальные требования, у нас чуть-чуть сдвинулись зоны. Я не стал прям близко ставить вторую цель, да, там между ними 30 пунктов. У нас основная идея сейчас держать те сделки, которые могли быть реализованы в пятницу, причем дважды в пятницу нам давали возможность зайти в рынок. Два раза был тест зоны 1.4, второй раз тест был идеальный, там даже были точные выливания. Кто зашел в эти сделки, держим, держим. Но второй тейк сразу на 60 ставим. То есть возможно, что нефть развернули, все красиво через двойное дно, глобальное двойное дно. Хотелось бы, конечно, более глубокий и качественный коррекционный откат, но вот если вы сидите, то вот это идея номер один. Новые сделки я бы рекомендовал открывать, только если мы уйдем куда-то повыше, потому что баланс в прошлой неделе, конечно же, мы находимся прямо в нем сейчас. Нам необходима как бы синергия уровней, то есть синергия там, допустим, зоны 1-2 плюс объемов, чтобы вот здесь нарисовался паттерн, только тогда мы вошли в сделку на покупку со стопом уже за минимум этого паттерна. На этом, в принципе, все. Все инструменты разобрали. Сложности сегодня определенные есть, связанные они только с тем, что понедельник. Для того, чтобы полноценно работать, я бы рекомендовал дождаться, чем закончатся торги сегодняшние на американской сессии, посмотреть еще раз повторно завтрашнюю азиатскую сессию и уже после этого принимать такие среднесрочные решения на всю неделю. Ну а на сегодня небольшими объемами, повторяю, да, вот у меня уже есть там определенная сделка, контртрендовая, опять же сказал, всего 0,11 риск. Только небольшими объемами, только рисковать теми деньгами, которые не жалко, которые даже если вы потеряли, они никак не отразятся на вашем балансе. А если вы заработаете по этим сделкам, то это будет такой, ну на будущее можно эту прибыль использовать в качестве рисков в следующие какие-то сделки. Это будет очень хорошо и правильно, когда вы пытаетесь там с нулевым риском уже заходить в определенные сделки. На этом все. С вами был Евгений Каташов, компания FTM Brokers. Всем поменьше стопов. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok